Ну что же, всем доброго вечера, уважаемые зрители, с вами Рухаб, с вами Мила и Джем, и продолжение сегодняшнего игрового дня, Крипвейв против Инстрайк Тим. Привет, Джем. Да, привет, самое странное, что мы на прошлой серии с Морталисом попрощались, как бы уже с часиком такие, типа, ну все, ребят, давайте, до завтра, там завтра 3-3, все дела. Ну, оказывается, да, действительно, одну серию проморгали, и в расписании у нас точно ничего не было, и вот мы узнали только сейчас, что у нас, оказывается, финал Виннеров должен сегодня играться. Крипвейв достаточно легко, переграли Бейта в 2-0, вообще без шансов, такое ощущение, что Бейт прям то ли не собрались, то ли что с ними было не так, но вот Виннстрайки, конечно, поборолись с ребятами из команды Брейм, но Брейм, как говорится, отыграли в своем репертуаре сегодня, то есть начинаем за здравие, заканчиваем за упокой, вот и тоже поиграли 2-0. Интересно. Ну, вообще, Крипвейв, я за их игрой слезал только один раз, и это, конечно, была очень интересная серия. Виннстрайк в последнее время, вот я как раз покомментировала последние дни, и они показывают себя с очень хорошей стороны, Мелоджул мне очень нравится, как отыгрывает. Но, в любом случае, здесь уже оппоненты, как мне кажется, равны, а давай посмотрим, должно быть, наверное, преимущество Крипвейв, и сразу посмотрим на коэффициенты от нашего партнера GGBET. 2-31 на Виннстрайк и 1-57 на Крипвейв. Соответственно, как я только что сказала, Крипвейв идут небольшими фаворитами, даже, я бы сказала, чуть больше, чем небольшими, но, тем не менее, фавориты в этом матче именно они. Да, так и есть номинально, по крайней мере, но Виннстрайк, я соглашусь, что вот последние игры очень хорошо прибавили, я как раз больше за ними наблюдал, до этого за Крипвейв я тоже не смотрел до сегодняшнего дня, мне как-то не посчастливилось наблюдать за ними. Но у них очень своеобразные подходы к драфту, опять же, не особо-то они и метовы играют, но вот пока на этой карте более-менее метовы начинают. Просто, чтобы ты понимал, на первой карте против Бейт у них был Керрик Тайтхантер вообще. Я потом видела, они с Ченом еще играли, да? Чен был на второй, там уже саппорт, и причем они поменялись местами. Чен, по идее, был четверкой, но номинально исполнял роль пятерки на легкой линии. Вот так вот они решили. Ну, действительно, нестандартно, то есть, во-первых, кто играет с Тайтхантером на первой позиции, но, во-вторых, даже тот же самый Чен, ну вот когда ты последний раз этого героя видел? Да, сто лет назад, на самом деле. Вот такая же ситуация. Я думаю, что Пупей там еще покажет его по-любому на Интернешнале, так что не стоит забывать про него, это точно. Интернешнл это все-таки совсем другая история. Я уверена, что на Интернешнале Висп будет чаще гораздо появляться, чем у нас. У меня, по-моему, за все серии Висп был только два раза, и то от одной команды, и, в принципе, кстати, он проиграл. Ну, может, тренировались, может, что-то еще. В любом случае, драфты следующие. То есть, у нас будет две арены, вообще очень неплохие комбинации, арена Марса, арена Манки Кинга, плюс в этой все арены урон от Снэпфайр, тоже смотрится достаточно неплохо. Скай, неплохой саппорт на стадии лайнинга, конечно, с ним можно и нужно убивать, я так понимаю. Они Ская хотят... Вот, кстати, вот, подожди, они хотят Ская пятеркой сделать? Или четверкой? Нет, Снэпка, Снэпка у них была пятеркой, вполне себе нормально. Фишман хорошо играет на этом герое. Поэтому, я думаю, что Снэпку отправят стоять с Манки Кингом на линию, а Ская Мага вместе с Марсом, почему нет? Ну да. Просто и Снэпфайр с Марсом раньше часто сразу ставили. Ну, это да, но у них по игре все равно комбинация остается в виде арены Марса, ультимейта, Снэпфайр, да, и как бы очень сильный комбо. Вообще интересно то, что забрали снайпера в Марса уже, потому что вроде как арена Марса, я слышал, не дает снайперу вообще стрелять. И это, ну, своеобразное такое решение. Второй момент, я никогда не замечал, что снайпер настолько маленький относительно других героев в доте. Смотрите на этого гнома. Ну, просто не так часто появляется у нас в играх этот персонаж. Снайпер, судя по всему, Кэрри, да, четверка Вивер, пятерка Огрмак, центральная линия Войт Спирит и остается оффлайн какой-то для команды Винстрайк. Ну и центральная линия, соответственно, ребятам из команды Криплей. Инвокер в бане? В бане. Какие еще варианты есть? Лина, как вариант. У меня идеи закончились. Вообще, на самом деле, любой Спирит зашел бы хорошо. Двух уже забанили, третьего забрали. Эх, вариантов тоже не очень много. Нужен какой-то мобильный герой, который, если, ну, ты же для Криплей говоришь, да, чтобы добираться до снайпера. Это, да, ну, Вин оф Пейн ты не хочешь брать, потому что вроде как Войт Спирит, там, Кортик неплохо и в Эдди, да, за счет своего диссимилейта. Какие еще варианты с врываторами остались? Либо врыватора, либо какой-то урон в арену Марса, как вариант. Вот Инвокер был бы, конечно, идеальным вариантом, но, к сожалению, от него избавились. Пак тоже в бане. Я что-то как-то вообще в ступор впался. Вообще, вообще, очень плотно позабавили центральную линию против команды Крипвейв. Ага, они забрали Кентавра в сложную, и, возможно, Марса отправят в Минсейн. Так, некоторые команды исполняют, в принципе, ну, я помню, вот была такая мета, когда Марс отправлялся в МИД. У него, мол, появляется очень быстрый шестой уровень, он там с арены начинает бегать, убивать. Но тогда это было более актуально, потому что тогда были кулдауны арены поменьше. И, соответственно, ты действительно можешь там чуть ли не каждую минуту бегать и с ареной, с хорошим уровнем, помогать своей команде и так далее. Но, как ты уже говорил, Крипвейв играют по-своему, то есть у них такие не самые стандартные драфты. Даже сейчас они не побоялись взять Кентавра на сложную, сделать чуть более мобильный пик. Но тем самым немножко усложнили себе в теории лейт-игру. То есть у них пока имеется, конечно, МК, да, он неплохой и так далее. Но все-таки против снайпера... Я бы не сказал, что МК — это герой про лейт, если честно. Вот, я про это и говорю, что МК все-таки в лейте — это не снайпер. Но, честно говоря, и в снайпера я не особо верю. Вот, несмотря на то, что мы недавно с адекватом комментировали игру, была Медуза против снайпера. Я сказала, что снайпер считается контр-пиком против Медузы. Рустам сам этот момент, то есть он даже удивился тому, что я сказал. Но я на всякий случай потом написала ребятам про игрокам и сказала, правильно ли я сказала, так же для снайпера является ли контр-пиком. Он действительно является. Как раз вот из-за того, что я тогда озвучила, из-за рейнджа. Но здесь снайпер — очень своеобразное решение, на самом деле. И я даже не знаю, против чего конкретно был использован снайпер. То есть какой вот герой сподвиг в инструктив взять этого героя. Либо у них есть какая-то, не знаю, заготовка, задумка. Они его тренировали, что-то придумали, что в теории, возможно. Ну, то есть Милан Джул на вот спирите. Здесь все понятно. Ямич на вивере, тут тоже все понятно. А вот снайпер, с чем он будет работать? Может, это как типа под сейв будет хороший ум через вивера для снайпера? Я пока не совсем понимаю, к чему они решили с этим. Не совсем понимаю, как будет снайпер наносить урон, как минимум, в драке. Потому что залетает арена Марса, снайпер не бьет. Либо же снайпер оказывается внутри арены этой Марса и в фулл-контроле. Не знаю, посмотрим, посмотрим. Снайпер — это, да, я согласен. Нестандартное решение — это, мягко говоря. Но вот по поводу полезности этого героя именно в этом пике вопрос все еще открыт. Ну, возможно, мы чего-то недопонимаем. Мы сейчас посмотрим, может быть, он там линию разнесет. Хотя не сомневаюсь, что он сможет кентавра сильно надамажить. Ну, посмотрим, посмотрим, не знаю. Опять же, да, может, стадия лайнинга, может, какой-то план. Вот в чатике пишут, что Виндстрайк очень хороши со снайпером. Значит, они действительно с этим героем уже отыгрывали. Значит, они с этим героем уже побеждали. И это, разумеется, не просто так они взяли этого героя. Конкретно против снайпера с артефактом я вообще ничего против не имею. Очень сильный персонаж, и как бы он убьет кого угодно. Но вот как линия сложится у этого героя, и ранняя стадия игры, это, конечно, вопрос хороший. Но надеюсь, что Виндстрайк, ну, видишь, раз чатик говорит, значит, чатику можно верить. Виндстрайк знает, что делают, разберут его. Плетели типы. Сразу потипали друг друга, стандартная история. Ну, и пока все друг друга типуют и расходятся для контроля баунтерон, мы покажем вам код нашего партнера GGBet на страховку вашей ставки. Дополнительная информация по стримам, баннер, как обычно, кликайте и страхуйте вашу ставку. А мы будем смотреть, что... Да, это центральная линия Марс, все верно, мы говорили. Но, в принципе, это очевидно и так было, конечно. Поставили сентри в надежде найти здесь обсервер вражеский парни с командой виндстрайк, ну, нет, заставили все в итоге баннерами гильдии, я так понимаю. У тебя есть гильдия в доте? Да, да. У меня есть... Даже был вроде бы хороший рейтинг у нее. У меня тоже неплохой. Как-то... А, что, заходишь, задание взял и выполнил, в принципе, больше ничего делать не надо. Там какие-то вроде бонусы есть, фразочки, стандартная история. Не знаю, я просто лутаю очки для дота плюс, все. Так, ну что, драка-то у нас будет первая, ну, точнее, первая за первые баунтируны или нет? Так-то сейчас можно попробовать что-то организовать? Нет, не рискуют, не рискуют парни с команды виндстрайк, и по итогу забирают себе две, две забирают себе также крипвейв. Крипвейв обошлось без драк? Ну, спокойно. Ну, снайпер, он побоялся, разумеется, идти вперед. То есть, если бы кто-то там, гентавр, не пришел... Боже мой, где взять этого курьера? Посмотри на Манки Кинга. Я уже хочу этого курьера себе. Крыса в рваном ботинке, и у ботинка в другой руке просто бутылка разбитая или что там у нее. Вот идет сейчас... Не для МК, а у снайпки. У снайпки этот курьер, да? Да-да-да. Боже мой, я его хочу уже. Себе он... Боже мой. Я первый раз просто вижу. Простите, пожалуйста, в топ небольшой. Ну, ничего страшного. Пока у нас по линиям только начинается, в принципе, противостояние, и изначально нужно было бы Огр-магу, конечно, курьера своего поконтролировать. Он, в принципе, справляется, выходит вперед. Но, несмотря на то, что Огр очень плотный герой, и со многими героями он, в принципе, неплохо так может размениваться по ХП, здесь у него в оппонентах Кентавр, который тоже любит размениваться по ХП, и Скай, который, если что, готов заплевать. То есть идеально было бы, чтобы Огр где-то во своих лесах со Скай встречался, да? У него были бы какие-то возможности. Посмотрим на боте. МК со Снэпфайр против Тайдхантера и Вивера. По этой линии. Ну, вообще линия вроде как снизу сильная должна быть. Вместе с Монки Кингом Снэпф кто-то может напрягать и Тайдлху, и Тайдлху, и Вивера до поры до времени, по крайней мере, пока Тайдлхантера не получит там в парочку Кракеншелл себе, ну или хотя бы в единичку. Но пока этого не происходит. Пока МК просто двух крипов добил. Ситуация, конечно, не самая приятная у крипов здесь. Я думаю, МК еще наберет. Вообще, по поводу МК в последнее время, ну, не самые положительные эмоции, так скажем, у меня связаны с этим героем, потому что, ну, как ты смотришь на этого персонажа, вроде на линии сильный, а если вдруг игра хоть немножко не пошла или пошла не по плану прям, и ты выпадаешь просто и по Нетворцу, и не способен соревноваться просто по фарму с вражеским кэрри, по скорости фарма. Ну, ты все правильно говоришь. Я поэтому и сказала, что МК... Есть, конечно, вариант, где он собирается через БФ, и, мол, тоже очень много фармит и так далее. Но это все равно нападение на МК пошло, снафаер отходило. Ну, убить Кристаллиса здесь пока не получается. В миде я показывала Водспирит 10 на 2, 13 на 1 Марс, то есть близкие Крепсаты чуть-чуть опережают Марс. И впереди, соответственно, Водспирита, но не критично. К этой линии мы вернемся чуть-чуть попозже. Ну, в принципе, Нетворце нам на 6-7 минуте все покажет. Нападение на Скай на топе под Шрапнелькой. Очень много урона, и это должно быть ПБ. Так оно и получается. И что максимально приятно, все-таки скорость фарма у снайпера не самая высокая. Даже если у него там все отлично на линиях, или сравнивать условно там с Луной и Метузой, которые могут очень быстро стаги пойти забирать. Но снайпера этими способностями не обладает. Поэтому вот фраги начальные, которые ему помогут свои артефакты стандартные купить, это очень важно для этого героя. Да, но, опять же, у снайпера старт получше пока, на взгляд, по крайней мере. За счет того, что сделали фраг на линии. Ой-ой-ой, Меложула в миде неплохо пробивать. Нет, там есть еще заряд ботла. Но начинает Марс уже подушивать. Маленечку. Агрессивно. Ну, крепостатый, опять же, там, наверное, крепа разница. Так, нападение в миде, оно было такое, скажем так, не самое успешное. То есть, если бы чуть-чуть пораньше пришел Скай, то под копье, вот когда его пригвоздили изначально, может, что-то бы и вышло. Но пока нет. Рейнтропа принесет себя попозже. Или нет. Мод спирит. Конечно, не стоит забывать про этот артефакт. Нападение на ботина. МК. МК пробивают. Печенька от Снэпфайр. Подвоим залетает. Жучки от Вивера. Палка от МК. Вивера очень больно. У него имеются стики. Здесь есть Сентри Вард со стороны Дайер. Но Сентри ЧК со стороны Рейдент я не вижу против Вивера. Кстати, это может быть... То есть, он стоит вот далековато отсюда, именно возле крипов нейтральных. В этом моменте нужно будет потом задуматься. Снэпфайр, кстати, даже нету просветки, если будет какой-то вот выход на Вивера. Ну, умирают два героя здесь. Первым погиб Огрмак, но сейчас должны Кентавра, по идее, добивать. И это должен быть фраг для Дурачьев. Кстати, второй уже к ряду. Да, неприятная ситуация, конечно. Хороший размен, опять же, в пользу команды Винстрайд. Это просто может быть еще не конец, потому что тут просел Скай, но вышка бьет уже Снайпера, у него шестого уровня нет. Ну, Дурачьев без шестого, я бы на его месте так не наглел. У тебя остается 170 хп, а Скай все-таки со вторыми уже Аркейн-болтами. Да, и он с тобой согласен. В любом случае пробил, уже приятного. Размена, очевидно, Огрмага на Кентавров плюс для Винстрайк. Они забирают Хардлайнера и теряют всего лишь пятую позицию, плюс фраг зарабатывает Снайпера. Это еще один приятный плюс. Ну и, конечно же, артефакты, вот эти ранее, про которые я говорила. Так что в миде у нас нападение на Марса. Огрмаг, отличная перетяжка от него, что, во-первых, сегодня прям он там мем отыгрывает очень хорошо. Ему нечего особо делать на линии. Опять же, Дурачей без него вполне себе справляется, мы видим, и может себе позволить, собственно, вот так вот на мид выходить. Но вот правда сейчас... Да не, я не понимаю, как могут сейчас напасть на Снайпера. Вряд ли смогут его здесь забрать. Разве что вот так вот занюкать до смерти под вышкой вполне. Лайфстила какого-то у Снайпера нет, но мы видим, что там уже морбитка в Квикбайе есть, и когда эта вещь появится, то проблемы у Дурачей с ХП не будет. Вот. Ну и ситуация пока поблагоприятнее, я бы сказал, для команды Винстрайк, потому что Манки Кинг снизу, ну, продолжает страдать. Ну, как страдать? Он фармит, конечно, но давление на него оказывается гораздо больше, нежели на Снайпера. По Крепам у них идентичная ситуация, но плюс для Снайпера в том, что у него имеется два фрага, и он, как вы видите, по уровню сейчас МК опережает на 2, на минуточку уровня. Это очень много для такой минуты. Так и есть. Но опять же, за счет того, что Снайпер достаточно долго один стоял, и у него никто не лечил Экспо, к сожалению, Манки Кинга одного на линии не могут себе позволить оставить Крепвейв, потому что он ментально умирать будет. Так, в миде, в миде есть арена у Марса, могут Милла Жула попробовать поймать, но нет. Милла Жула не так прост. Его не подцепить. Скай в итоге идет вниз, и, возможно, внизу будет драка, как вариант. Хотя, тут тоже не факт, что смогут забрать кого-либо. Тайтхантер уже имеет Кракеншелл. Он, конечно, КП не таким большим количеством обладает, но все же, можно его попробовать подцепить. Ну, Вивер, конечно, попроще будет. Под Саленс его попробовать, под Стан, да, ну, просто моментально сдуло. Вивера забрали. Мелочи приятные. Вот уже и Скай начинает перемещаться, понимает, что он кентавру на топе никак не поможет, и кентавру очень важно на этой линии добрать шестой, потому что вот как раз шестым они смогут быстренько налететь на снайпера и условно попробовать сделать какой-то минус, особенно учитывая то, что у Марса уровень, там есть имеется арена, телепорт под стопитом кентавра, враг сделать действительно будет просто, потому что какого-то хорошего подсейва у винстрайка для снайпера, по крайней мере, пока нет. Ответное нападение, там погоня за кристаллисом, успевает он прыгать. Жуки на него не попали, поэтому не получилось в ответчику сделать что-нибудь винстрайк снизу. Драчи огоняют в миде. Ну, я удивлен, пока прям очень равная игра, то есть мало фрагов, понятное дело, всего лишь пять мы увидели, но пока осторожничают обе команды. Да, действительно. Никто не хочет уступать. Давай посмотрим еще, что у нас по коэффициентам. Нет, не посмотрим, но в любом случае, знаете, что у самой лучшей коэффициента от нашего партнера с G-Bet, вы их можете посмотреть на сайте, вы их, к сожалению, не увидите. Я могу озвучить 2.27 на винстрайк и 1.59 на крипфейф. Вот так они сейчас выглядят. Ну, не особо изменились, на самом деле, с момента старта этой серии. В лес нападение на Дурачьё, Дурачьё! Все, уехал Дурачьё в таверну. Здесь сама личная помощь от Кентавра не потребовалась, он просто подрубил свой ультимейт. Ну и, конечно, как мне кажется, Дурачьё вынужден будет пойти именно поближе к тройке, чтобы иметь там возможность как-то более своего фармить. Да, копье, очевидно, что здесь Угармак также погибает. Кстати, я сразу уже переключусь на Нетфорсы, чтобы посмотреть, как там у кого дела. Марс на первом месте. 2.1.0 статистика. На втором месте идёт снайпер. Ну, здесь, конечно, вот эта смерть немножко испортила жизнь снайперу, но не критично. И так как Марс перетянулся с иллюзиями, сразу же вместе с Кентавром забирают тавр. А вот на боте, на боте, судя по всему, реализовали рэвэдж. Так и есть. И МК, и Снофайр отправляется в таверну. Ну да, забрали кэри пятёрку и сразу же пуш в ответочку организовали. Сверху также упала вышка вот команды Крепвей. Точнее, они её забрали у команды Винстрайка. Ну, наконец-то, активные перемещения начинаются по линиям. Это не может не радовать. Так и есть. Ну, кстати, на самом деле, то, что они потратили рэвэдж, могло дать возможность как-то на боте подраться, но 10 секунд ещё кулдаун арена был. Драться, да, арену-то нет. И Стампида нет. Поэтому решили... Решили нити, окей. Это полностью устраивает. Пока Крепвейв, да, неприятно то, что забрали вот так вот кэри на линии, но что поделать. Разменялись вышками на сайт-линиях. Пока очень академичные. Дота, я бы сказал. Прям всё в тайминг, всё как должно быть. Ну, знаешь, в среднестатистическом матче, так что... Не знаю даже, кому пока дать предпочтение. Снайпер очень хорошо фармит, мы видим. Обгоняет немного Манки Кинга. Какой атомбилд будет у ОМК, вот ещё вопрос. Будет играть через саблю Дезолятор в этой игре. Ну, это больше боевой билд в плане выбора артефактов. А это значит, что парни из Крепвы их не собирают затягивать игру. Ну и, видимо, в Мингейбе хотят хорошо задавить. Ну да, с их пиком это, в принципе, звучит очень логично. Виндстрайки сами хотят подраться, потому что в Смаках Вивер вместе с Ветспиритом, которым имеется дабл дэмэдж, рассчитывали подловить на топе кого-то, но на топе никого нет. Думали, что МК здесь встретит, а МК уже отправился на свою тройку. У снайпера ещё есть буст определенный, а нет. Хотела сказать, у него есть буст в виде Огару Мага и Плодласта, но пока... Ну, он потенциально есть, просто пока не прокачан. Так-то будет, конечно. Когда левел побольше будет у Огару Мага. Пока в этом нет особой надобности, как бы, снайперы так неплохо фармят. Кентавр через ВГ-шку стандартный и вот делает себе блин. Выход в Смаках нашли снова, но это опять же пятерка Огару Мага, это более чем устраивает Винстрайк. Да, арену потратили, то есть какое-то время снайпер будет поаккуратнее. Так, нападение сейчас Жуки вот как раз против МК, это очень хорошая вещь. И он сейчас подставится. Да, это будет минус. МК погибает уже второй раз. И при том фраг сейчас, а нет, фраг, кстати, Виви разобрал. Да ладно. он не контролирует, к сожалению, урон паучков, что не паучков, а жуков, так что бывает. Вроде как он ими добил. Но тем не менее, это хороший выход, да, вот, казалось бы, с одной стороны Крип Вейв разбивает Смак, в пятером идут в атаку и находит только пятерку Огару Мага, а здесь просто два героя у команды Винстрайк прибегают и забирают кэри вражеского. Так что здесь плюсик, так сказать, в копилочку команды Винстрайк. Все верно, все верно. Пять-шесть, и, посмотри, меньше тысяч сейчас впереди Винстрайк. Конечно, у Марса дела идут просто замечательно. Какие-то чудо умудряется, у него и блинк имеется, выход в Блокенбар. Ну, такая стандартная история для... Кстати, на самом деле не такая стандартная история с этим. Я, наверное, поспешила, потому что Марс с Мидой очень часто более... не знаю, более жадно играет. То есть, покупает себе блинк, а дальше уже делает какой-то дезолятор, чтобы иметь возможность больше урона наносить и так далее. Здесь Аншер решил сыграть именно на Верочку. Он собрал себе... Ну, по крайней мере, планирует собрать себе БКБ. Тем более, БКБ явно смотрится неплохо. И вот Спирит, Тейтхантер. То есть, тут много чего неприятного. Контроль имеется. Угромак тот же самый. Виверна Топия будет ли Спирит Веслу покупать? Нет, он решил собрать себе ветра. От Ямича Аганим, значит, будет, если будет достаточно поздний. В таком же случае можно и про лотусы всякие думать. Но будем смотреть. Тут бы хотелось иметь, на самом деле, какой-то под сейф артефакт для снайпера, потому что Огрмак, он очень бедный, он будет всегда умирать. Еще редко у него там в начале какие-то фраги и так далее, что позволяет ему купить глимеры, форстапы. Здесь, кстати, форстап. Вообще, снайпер-то после Момо себе Драгонлайнс делает, то есть, пика у него также когда-то появится, но явно не сразу же. Поэтому, я думаю, что стоит задуматься про какие-то слоты, которые будут помогать вашему кору. Он может просто в статы всегда собраться и на крайнях собрать себе БКБ в какой-то момент. Посмотрим, как будет здесь действовать. Опять же, лайфстил у него есть, этого уже более чем достаточно пока для фарма. Опять же, каких-то активных действий от команды Винстрайк мы не наблюдаем. А Ямич себе собирает ветра только для того, чтобы его Скай не забирал за комбинацию, не закрывал, чтобы была возможность выжить. Так, у нас нападение, ставится арена от Марса, пригвоздили Огрмага, отличный реведж от Тайтхантера, и здесь находится также Дурачьон, но у Марса была руна Эдвиза, за которой он изначально прыгнул палка от МК, Снэпфайр решила все-таки выдать свой ультимейт для того, чтобы добить Огрмага, и Стампид от Кентавра побежали, здесь Огрмага должны уже потерять, но здесь гораздо более важный фраг, у них получается забрать еще и Снайпера, вот это уже неприятно. Какая-то сумбурная немножко драка получилась, то есть с одной стороны вроде как хотели напасть сами в Винстрайк, потом в какой-то момент передумали, потом опять решили подраться, ну вот собственно за это и поплатились. Два героя в итоге погибает, но самое неприятное то, что вышка в миде падает, вот так вот легко для команды Крипвейв. Так, ну и сверху, сверху возможно ямич удастся найти, копье залетает, ямич попав все на шашлык. Силенс от Sky и конечно это... Шампур точнее на шашлык. На шашлык, на шампур. Ну пустили в общем на шашлык, да, так и есть. Хорошая перетяжка, хороший фраг, но это опять же капля в море, пока если посмотреть на глобальную, на глобальную экономику, то есть ну преимущество вот 1000 голды всего лишь за командой Крипвейв это очень легко отыграть. Блинкдаггер вот появляется у Тайтхантера, например. Это большой плюс, потому что, например, у Крипвейв даже без Блинка на Кентавре была возможность инициировать за счет стомпиды, а вот у Винстрайк, конечно, мог в теории вот спирит первым, запрыгивать, что-то делать, но с Блинком на Тайтхантере, я думаю, что теперь будет это все происходить гораздо увереннее. Драгонлендс, Мом, и вот теперь уже БКБшка для снайпера будет готовиться. Тут без шансов, если подловить под копье Скай, это очень большое количество урона. Скай собирает себе линзу из интересных слотов. Кентавр, выход в агонье, подловили Огромага. А я тебя знаю, говорит Кентавр. Тут легко вообще сам Огромаг буквально вышел сейчас на команду Крепвейв, причем они даже вроде как не в самоках шли в атаку, а просто в линии. Реводж через 13 секунд, то есть в теории Винстрайк могут принять какой-то файт, если Крепвейв будут наглеять или что-то, не знаю, например, за вышками пойдут, на бот и так далее. Но с другой стороны Крепвейв идеально сейчас было бы подраться в самоках. С Рошаном у них небольшие проблемы, потому что нет какого-то мгновенного урона, так как не Дезолятор, например, у Марса. То есть забирать будут долго. нападение от Марса, Снэпфайр, Утимейт, неплохо, но Арены нет, в смысле Арену он не поставил, она не в кулдауне. А дальше Арена, вот Арена пошла, но здесь уже Огромаг, поздновато, поздновато, конечно. Снэпфайр уйдет ли, сбивает и не уходит. Очень много перемещений было. В принципе, здесь как-то, честно говоря, нападение было достаточно прохладное, то есть сначала... Ну, во-первых, изначально Арену было нет смысла ставить, потому что у тебя уже было потрачено копье, да, ты его и так пригвоздил. Ну, да, просто сил не хватило двух героев здесь, чтобы забрать свой спирит. непонятно, как они вообще изначально хотели его забирать. Со снэпфайра, если бы это все может мгновенно было сделано, может в арене там бы хватило урона, но, да, пока... Ветспирит, кстати, уже с Аганимом. Моджу по своему стандарту собирается. Аганим отличный артефакт, без сейва играет, но пока, как мы видим, у него статистика 1.02, то есть ему этот сейв и не нужен, хотя ему неприятно играть. Здесь, во-первых, много контроля, за которым его можно будет убивать, но и самое неприятное это сайленс от того же самого Скай. Так, возможно, у нас какой-то... Ага, МК показался, сразу же упрыгал. Тайт Хантер, Угрмак, также все просто игроки Винстрайк притягиваются во вражеский лес. Здесь очень покоцанный тавр, и в теории его можно будет забрать. Да, скорее всего, заберут, и вряд ли здесь будут бороться за вышку Крипвейв. Мне кажется, Динстрайк могли сыграть более активно, вот даже зная, что здесь находится снипфлайр, просто она прыгнула для нее, у нее нет ультимейта, у Марса не было тогда арены. Сейчас там у Марса арена уже готова, но Марс находится в мисс позиции. Ну, слушай, Дракто, возможно, в теории все же будет за эту вышку Манки Кинг здесь, Фишман тоже в позиции, что неужели пойдут? Ну, там опасно, Тайдхантер с блинком, с реведжем, ну, такое. Да, перетянулись крипвейв, они готовы драться. Они готовы. Манки Кинг спрятался, затаился, видит Чеширо, смог разбивают, крипвейв. И МК ставится арена на Тайдхантера, Тайдхантер пытается выйти, арена от Марса, пригвозили Вивера, ультимейт от Ская, Вивера стирают за считанные секунды, БКБ, кстати, на Марсе, он идет вперед, ничего не боится, снайпед от Кентавра, переключаются на снайпера, для них это главная цель, они это отлично понимают, снайпера забирают, а также Тайдхантер, и Тайдхантер очень-очень бакоцаны, и ему тоже нужно отсюда бежать. С телепорта пытаются разбежаться игроки Виндстрайк, но здесь еще подцепили Огармага, преследуют будут Тайдхантера или нет, МК, судя по всему, не собирается, останавливается, палка от него, хватает урона, забирают его следом, ушел только лишь один Войтспирит, и замес прошел полностью под диктовку Крипвейв, сделали все настолько идеально, что не потеряли даже саппорта. Да, и Тайдхантер немножко припозднился, конечно, с Треведжем, наверное, проще было его не давать, но ладно, с другой стороны, и выдал, и выдал. Да, очень хорошая драка получилась за эту вышку, вышку в итоге сохранили, даже в миде мы видим Крипвейвы, и это позволяет неплохо сейчас вырваться по денежку вперед. Хорошо сыграли, именно в хороший тайминг вышли как раз с БКБшка на этом Марсе, и, казалось бы, да, многие говорят, не нужно фокусить первого Тайдхантера и так далее. Да, в принципе, можно его забирать, пока Тайдхантер не такой жирный у ребят из команды Виндстрайк. Ну, и также в плане выбора цели тоже хороший приоритет, сразу закрыли Вивера, самого неприятного, наверное, героя у команды Виндстрайк. У него, конечно, Аганима пока нет, но просто сам по себе неприятен, бегает постоянно. Можно его ловить. Марс? Аганима пока нет. Аганима пока нет. Арена, Огармак, но как-то они не хотят идти до конца, хотя... Просто он отвернулся так от него, мол, я... Хотел, чтобы он просто, знаешь, как крутые парни не смотрят на взрыв. Что-то в таком духе, да. А Марс не смотрит на героев, которых пригвоздил он к арене. Драка за верхнюю вышку, в теории, может быть, врываются на Марса. Неплохо. Марс БКБ свое просто потратил. Здесь его хорошо подловили на этом моменте. Так-то сейчас можно и Манки Кинга забрать. Войт Спирита прохарасили, но не настолько сильно. И, в принципе, Войт Спирит попробует драться на развороте. Притяжка от него отличная МК. Получится ли уйти? Да, вроде бы, получается. Здесь подходит уже Снэп Файр, Сайлос по Виверу. Вивер сейчас может погибнуть. У него в кулдауне Юл и очень много урона от Ская. Но здесь идет Тайт Хантер. Вперед. А у него тараваджа нет. Телепорт сбить не получится. Но Огармак, нет. Не получается сбить телепорт. И также просто спокойно уходит Снэп Файр. Потеряли Марса. Как раз произошло это из-за того, что БКБ было в кулдауне. Но ответили. Минус еще и Винстрайк. Потеряли только Вивера. Правильно я понимаю? Да. Так и есть. Но вот Снайпер не присутствовал в драке. Дурачё пытается очень-очень... А, он уже дофармился. Да, БКБ летит ему. Ему не хватало этого артефакта в прошлом замесе. И он решил, что, ребята, пока я драться не буду, пока у меня не появится влажный слот. Все верно делают. БКБшка действительно облегчит ему очень сильно жизнь здесь. Ну и дальше просто можно собираться в тире дамажащие тире плюс-минус для выживания артефакта, такие как Сильвер Айдж. Да и вообще крайне приятная штука Сильвер для Снайпера. Да. Ну, правда, опять то же самое место. Манки Кинга нашли. Очень хорошо. Здесь отыгрывают. Винстрайк. Шикарная ответочка залетает. БКБ спасает жизнь сейчас Марсу. Марс просто убежит за счет этого. И Снайпфайр тоже погибнет. Ультимейт от Снайпера догорает от Огромага. Так что минус МК, минус Снайпфайр. Хорошо здесь сыграли Винстрайк. Получилось сразу же убить МК. Это очень здорово. Но подумают они про Рошана или нет. Видимо, пока не готовы. Просто 26 секунд МК. У них, опять же, не такой хороший урон. Ну, примерно одинаковая ситуация, на самом деле, что Крифейв Страйк с Рошаном. Решили сыграть аккуратно. Без реведжа на Рошане им драться вообще никак нельзя. Сверху какие-то потоги пока что Вивера поймать. Но все это тщетно. Вряд ли его смогут здесь забрать. Хотя три, уже четыре героя сверху. Все-таки арена, но Вивер на таймлэпс. Просто убегает. Поймали его на Саленс. Есть Юул. Вот здесь палка от МК. А почему же Скай не дал ультимейт? В принципе, не потребовался. Мог сразу поставить на ход, попытаться, но и без ультимейта. Скай справляется. Да, потратили арену МК, но я думаю, что он за этого не особо как расстроился. А вот Крифейв в плане Рошана действует куда более уверенно. Посмотрим, что по реведжу 60 секунд. И не хотелось бы, конечно, так отдавать Рошана. Напоминаю, что арена у МК у Марса отсутствует. У МК есть. Вырывается в Эдспирит. Неплохо. Снэфаер можно собрать сразу. Снэфаер еще какое-то время поживет. Уже забирают в Эдспирит и подловили. И МК раскасывает свою арену. Снайпер пытается уйти с помощью телепорта. У него получается. И на самом деле там каким-то чудом он ушел. У него осталось очень лоу хп. И забирают Огрмага. Тайдхантер отсюда на хосте смог сбежать. Но не добили даже Снэфаер, которая изначально очень пострадала. Ну, дожил до своих артефактов. Манки Кинг мы видим, Дезолятор, Сабелька. Как бы БКБ не панацея для Снайпера. Под активированным Джингу Мастери к сожалению Снайперу ему очень больно. Он просто не держит удар, конечно. Снайперу нужно как-то далеко стоять за командой пока Тайдхантер там с Реводжем врывается пока там Бойтспирит кого-то контролит только так но вот сейчас возможно кстати Чешир это найдут хотя Чешир уже с Реводжем и с ним связываться не хотят Крип Вейв скорее всего отступит сверху ну ладно окей можно дождаться своих кнопок так сказать Стампид нужно дождаться и можно пойти вообще на самом деле по нижней линии там все счета один стоит вышка почему бы ее не забрать вполне себе потому что МК арена будет через 25 секунд не могут забрать и на топе тавр почему бы и нет то есть пока имеется Аегис у МК у них есть возможность ошибиться есть возможность сыграть чуть более агрессивно пока у снайпера не такие жесткие артефакты то есть Мом Драгонлендс и БКБ мы увидели как быстро он погибает в арене и каким чудом на самом деле тогда в прошлом файте у него получилось уйти с помощью телепорта чуть-чуть больше урона от МК и на это будем все кстати Дизолятор собрал МК вот почему возможно не собирал Дизоль изначально Марс а Марс выход в Сатаник на топе все-таки что-то интересное будет Вивер очень далеко находится снайпер в мидии только сейчас как-то перемещается перемещаться ему желательно как можно более аккуратно здесь уже начинает развлекать угромагом которого появился Глеймер Кейп Тайтхантер пытается выбрать для себя более комфортную позицию для того чтобы ворваться но понимает что здесь даже не МК теперь главная цель а саппорты Тайтхантеру врываться сейчас прямо потому что там Аегис вот чё вопрос Манки Кинг не боится подставляться прыгает наглой вперёд тут сломали вижен просто и такая номинальная борьба за т2 вышку продолжается наверное можно попробовать её даже отдать не знаю я не уверен что стоит здесь драться винстрайк Вивер показывается на боте я меч очень много фармит на самом деле для четвёртой позиции но у него есть цель это аганим для того чтобы как раз сейвить своих тиммейтов после вот таких вот врывов от Марса и так далее и смог атака от Криввейв будет ли заход на тройку вышли из смоков значит на тройку когда можно попушить линию и забрать и два в принципе тоже вариант времени очень много ещё у них то есть аегис будет действовать две минуты с лишним так что торопиться некуда спокойно фармит продолжает это нужно придумывать что-то винстрайк пока что как по макро отыграть вот пока что сплит пушит вивер мы видим снизу тоже можно кстати т2 вышку побить вполне успешно перестались ничего не боится сейчас может аегис потерять да аегис потерял там это время снизу забрали вивера разделились немножко и вот это может быть какой-то шанс но здесь находится рядом марс мк прожимает бкб снайпер настреливает ревадж от тайткантер арена ставится и арена от мк идет следом тайткантер очень плотный алебарда не хватает маны нужно использовать стики как раз чтобы повесить эту алебарду на мк отбрасывает у нас копьем врывается ввод спирит притянули мк убили второй раз и это очень неплохой замес со стороны и сейчас должно быть очень много урона от скай снайпер очень хорошая позиционка добивают в итоге у нас здесь марса и дурачьё в этом замесе должен нанести достаточное количество урона вот мы видим 3 900 больше в принципе всех это учитывая тот момент что вивер нанес 0 урона угрмак нанес 0 урона и у них получилось убить трех героев плюс они выбили аегис так что эта драка явно за винстрайк да и все вернулось к тому как говорится что было до этого преимущество в нуле и очень равная игра снова представляет согрмак это дел саппортов как говорится всегда есть вероятность что тебя найдут пока ты идешь нам варды ставить или девардить ну конечно так лучше не заходить уже нужно как-то с командой что ли передвигаться ну или чтоб команда помогла 2 100 скай из вариантов гост и агоним он себе хочет даже бедас атоса играет рассчитывает на станы своей команды тайт хантер собирается бера фрешер после алебарды ходом чем айтем билд тайт хантера мне нравится единственное хватит ли у него сманы все в порядке в порядке того чтобы должно вроде как хватать 325 плюс 325 вообще впритык но solar ring есть я думаю что справится совсем немного достается до сатаника понимая марса а ну да у нас же марс центральной линии периодически забывают информацию как-то настройка кентавр ну что ждем следующего рошана не торопится команда что-либо предпринимать мы видим снайпер там дофармливает себе 20 левел и мкб хочет рефрешер у той духи готов реводж откатил кстати на базе ну вообще да я смотрю так 325 плюс 325 нужно еще где-то взять 200 маны сверху чтобы нажать успеть рефрешер поможет ли soul ring вот еще вопрос по-моему нет по-моему тать хантеру не хватает ладно давайте смотреть смотреть а у него же вот сейчас церемония роб нет теперь хватает да да робу он взял 350 мани теперь хватает точно просто не до этого было 700 да и вот тогда не хватало тогда я и сказал сейчас вот да теперь с роба ему хватает очень повезло что этот слот выпал так смог со стороны creep wave собираются вместе и будет попытка напасть на вот спирита и вивера но это очень мобильный герой здесь нужно все идеально сделать и диссимилейт прыгает мк пытается подловить очень сложно конечно нападать на вот вивера и вот спирита пробегали у них линия пропушена то есть по боту так нормально им пройти не получится телепорт не сбивает марс попытался телепорт был под вышкой марсу все равно используется гриф на топе у нас ребята просто из страйк фарме даже пока в свой лес не заходят не хотят даже амонпост захватить хотя вот сколько героев показалось уже на боте мкб готова мкб готовы снайпера они готовы драться да он остался без байбека так что нужно им поаккуратнее но вообще и кривей должны хотеть драться так как тараска появилась у кентавра у марса есть сатаник и все-таки против снайпера у него есть вивер в команде который с аганимом это будет кстати он то есть но если засанется его получится убить подловить как-то вивер все-таки не такой статовый это саппорт здесь много магического урона рэвэдж от тайтхантера неплохой рэвэдж на самом деле и второй рэвэдж пошел марса пытаются убить только марса не получилось пробить и он даже сатаник еще не использовал сейчас должен прожимать сатаник для того чтобы отхилиться от тайтхантера так оно и происходит огрмак отправляется в таверну даблкил для мк переключается на вивера пригвозили убили не простили я вот не увидела успел он снайпер седрак убил кентавра которого не пробил даже и на треть кентавра ему просто махал ручкой на протяжении всей драки где-то издалека и как бы вот он весь импакт от снайпера по итогу подожди рэвэдж подцепил трех героев правильно может быть но видимо план был в том чтобы по-быстрому марса забрать так кентавр ворвался на снайпера снайпер бкбшку не успел прожать а вивера в таверне зачем им этот тир 2 тавр они же вдвоем по факту остались ну ладно хорошо в тот момент втроем дефать и теперь вместо того чтобы отдать т2 им придется скорее всего что-то сделать а еще и мелажу нет неужели сайленс у него же тоже нет никаких артефактов на сейв и он также без байбека еще идут дальше за огормагом кентавр конечно прыгнул неплохо но вивер подсевил хотя бы его пытается какое-то время выиграть вообще кентавру все равно он бегает со своей тараской показывая нам что вы можете меня бить всей семьей и пробить все равно не получится ну и в итоге игра закончится скорее всего совсем не так как мы ждали забавно арена потратили еще не конец сейчас нужно дождаться героя в команде тут нет реваджа нет рефрешера и конечно это уже о многом плану на самом деле 14 секунд до снайпера может они еще как-то ну снайпер так-то может всех поубивать нужно отступить опять же там рошан появится через минуту успеет ли за этого рошана подраться винстрайк если смогут то это шанс будут вернуться все-таки в игру для них как они появляются у ская преимущество сразу выросло до десяти тысяч и так подловить снайпера грубейшая на самом деле ошибка даже не в том плане именно микро ошибка я не понимаю почему они решили тир 2 тавр грустный дефать то есть он же вообще был и в какой-то веке чтобы именно кентавр долетел до него то есть он почему грустный может он веселый парень ну точнее вышкой был по жизни веселый ну ладно сейчас начинается великая рошана стояние битва за рошана номинальная откатился реверч а что по рефрешеру от хантера рефрешер тоже есть два рауджа будет ну да вот сейчас момент который возможно теоретически позволит винстрайк вернуть преимущество ну или отыграть по крайней мере то что есть наличие команды грипп вейв либо же похоронить себя с концами и отдать первую карту 8 на час хорошая позиционка да хорошая позиционка у винстрайка не спалили смог по моему они увидели марса чешир далековато шел могут попробовать наказать и хотят марс пока не хочет на него врываться хотят найти но сейчас они найдут и его и у гормана и здесь уже можно ворваться реверча тайтхантер вот перед запрыгивает реверч номер 2 угромак байбэк заплевывает все в арену тайтхантер будет погибать погибает тайтхантер первым вир поднимает себя ветра находит снайпера снайпер погибает мгновенно просто не успев нанести ну он какое-то время побил но не то время которое нужно чтобы выиграть и здесь в принципе уже точно можно сразу написать гг так как крипы уже здесь на базе стоит одна вышка но они отлично это понимают снайпер без байбэка снайпер нанес 400 уронов за месси вот так вот что не зря мы с тобой сомневались в пике снайпера то есть да нет говори говори то есть я до сих пор не поняла против какого героя конкретно был взят снайпер есть ну знаешь обычно бывают ситуации когда герои берут не с какой-то целью чтобы кого-то законтрить ну а просто потому что комфортно какому-то игроку играть именно на этом персонаже так что ну видимо с этой целью взяли опять же не знаю именно как контра я не понимаю действительно тоже для чего здесь был снайпер без идей ну и последние две драки для снайпера конечно были отвратительные в первом там кентавра бил во втором там не успел ничего толком сделать да да очень я думаю что винстрайк сейчас переосмыслит немножко подумает над своим драфтом возможно для дурачева появится какой-то другой персонаж ведь игра начиналась очень равно ну то есть и по лайнингам и по фрагам снайпер очень хорошо фармил более того сделал фб дальше когда крипвейв как раз вот в этот мидгейм пошел появились бкбшки и они их уже было не остановить ну и вообще в целом по игре несмотря на вот эти линии какие-то такие моменты конечно крипвейв смотрится сильнее только за счет замесов потому что они очень здорово дерутся раскраничивают замесы так как им удобно даже вот с комбинацией тэдхантера с двумя рельваджами и с огромным родом вот спирита этого не хватало мы с джемом уходим в небольшую музыкальную паузу вернемся к вам буквально через пару минут не переключайтесь